Добрый день! 14 августа 24 года на Ногачевском винограднике. Я вам показываю, вернее хочу показать, вот два совершенно разных куста винограда, которые очень на внешний вид похожи. Чем их разница? Только в цвете и чуть-чуть в грозе. Это фабл, свенсоновский гибрид, американец. И липоэзинтерс, вот он посветлее немножко. Он светло-желтый, а фабл темно-зеленый. Ну, не темно-зеленый, а светло-зеленый. Так, и в чем разница? Липоэзинтерс очень ранний с женским типом цветка столовый виноград, а фабл, обоеполый и не столовый, а технический виноград. Очень плодовитый, и я его никогда не нормирую. Он тянет все. Ну, в принципе, как и липоэзинтерс. Липоэзинтерс очень советую, если есть другой виноград на винограднике, то есть, который опылил бы липоэзинтерс, потому что у него женский тип цветка, то садите смело, очень рано, вызревает, очень вкусный и достаточно большая гроздь. Ну, как большая? 200-250, да? Вот я сейчас подойду поближе и покажу вам разницу. Ну, вкус я вам не покажу, а вот внешний вид явно. Вот липоэзинтерс. Они растут у меня рядом, и поэтому очень близко. Кстати, липоэзинтерс совершенно не видно до того, как он вызреет. Вызреет он, становится такой яркий, красивый и, ну, привлекательный. А это фабол. Фабол – плотненькая гроздь, помельче ягодка, но очень плодовитый. Это технарь, который, ну, просто забивает урожаем. Вот это фабол. Это свенсеновский американский гибрид, который очень у меня прижился. Я думаю, что у вас он приживется тоже легко. Ну, на первых порах надо его немножко пощадить, а потом он сам будет вас забивать прямо до невозможности. Вот видите, только смотри, чтобы низко не формировать. То есть повыше формируйте при сухой подвязке. То есть повыше подвязывайте весной сухую подвязку. Вот смотрите, вот у меня, вот тут рейка притянута. К ней у меня он обычно формируется. То есть не формируется, а подвязывается весной. А все остальное это он просто под тяжестью упал. Ну и где-то еще от головы пошел. Спасибо.